Технология, в общем, не сказать, что очень новая, но как всякий инструмент, эта технология требует себе особого отношения. Мы должны ей пользоваться грамотно, учитывать ее потенциальное и достоинство, и какое-то несовершенство. На самом деле, если говорить о коагуляции сетчатки, как вы знаете, в течение многих лет уклон идет в сторону все более и более щадящих методов воздействия. Это понятно, потому что оборотная сторона лазерного коагулята, то есть ожога сетчатки, это атрофические изменения ткани. Одно дело, когда нам это позволяет достичь неплохих результатов в будущем в плане сохранения анатомии, другое дело, когда это приводит к снижению чувствительности сетчатки. И вы знаете, что обычная решетка в макуле, она в свое время в протоколах, как вы знаете, DRS показала определенную эффективность. В протоколах ITDRS уже подтверждено было, что в два раза реже при диабетическом макулярном отеке имеет место умеренная потеря зрения. Но мы должны прекрасно понимать, что в тот период времени, когда это исследование проводилось, был определенный уровень техники, определенный уровень диагностики, определенный уровень знаний по проблеме. Образно говоря, специалисты, когда инициировали это исследование, они еще толком не знали, как правильно использовать прибор. Поэтому не случайно довольно грубое воздействие в итоге оказывалось на сетчатку, и отек сетчатки умешался, но выяснялось, что есть определенные побочные эффекты, то есть после каждой решетки на несколько децибел снижалась средняя чувствительность сетчатки в макуле. Это, естественно, неблагоприятный момент, и, может быть, пациент это не всегда замечает, но это, естественно, сказывается на качестве зрения. Ну, а также мы должны понимать, что с течением времени атрофия может прогрессировать. Есть люди, у которых даже при отсутствии высокой степени близорукости или каких-то явных выраженных признаков хориосклероза бывает, что развиваются атрофические изменения после достаточно деликатной коагуляции. То есть, иными словами, коагуляция не вполне совершенна. Но здесь также мы должны понимать, что лазерное воздействие – это, по сути, дозозависимое воздействие. То есть, чем грубее мы работаем лазером, тем активнее уходит отек сетчатки. Другой вопрос, как я сказал, есть порог, за которым возникает атрофия, который уже дает необратимое снижение зрительных функций. И наша задача эти функции сохранять. Не случайно поэтому на смену модифицированной решетки ТДРС пришла так называемая мягкая макулярная решетка, то есть более деликатные лазерные ожоги. Но вот здесь есть нюанс. Вы знаете, есть такой сайт DRCR.NET, такая исследовательская группа. На сайт можно зайти, там без регистрации массу протоколов можно посмотреть и по лазерам, и по ингибиторам, по атрианционалону, по методам исследования и так далее. Но там получается очень любопытное заключение. Оказалось, что через год при сравнении мягкой макулярной решетки и более грубого воздействия, соответственно, модифицированной решетки ТДРС, оказалось, что мягкая макулярная решетка проиграла по эффективности, то есть менее активно уходил отек сетчатки. И на этом исследовании остановили, заключив, что, соответственно, модифицированная решетка ТДРС остается стандартом лечения. Это как бы стоит под сомнение вообще саму целесообразность применения щадящих методов лечения. Но наука не стоит на месте, и комментарий с моей стороны по поводу исследований только один. А где трехлетние данные за наблюдение за этими пациентами? Как потом выглядит центральное поле зрения пациента спустя три года в группе модифицированной макулярной коагуляции в решетке ТДРС? Вот, поэтому многие вопросы остались неотвечены. Но потом пришли ингибиторы, сегодня это хорошее подспорье, мы можем сочетать методы, мы можем плащать сетчатку, когда это необходимо, с помощью ингибиторов, глюкокортикоидов, а потом, если есть нужда, уже очень деликатно, аккуратно лечить лазером. И сегодня у нас есть прекрасные методы контроля динамики ситуации, это оптическая конкретно-томография. Так что щадящие методики все-таки имеют право на жизнь, и думаю, что мы сегодня по этому поводу очень любопытный материал посмотрим.